Прибыли в Ходжевушкайские каменолы, рядом с городом Керчь. Погубь, мы спускаемся. В результате русской весны Крым восстанавливался с Российской Федерацией. Лука Крымский, в миру он был Валентин Феликсович Война-Весеневский. Родился он в городе Керчь в 1800-м году. Я вам говорила, фонтан тогда имел ознакомление источник спицевой водой. Вот здесь 1600 лет. Вы видите колонну, ее венчает культура грифона, который в лапах держит ключ. Я уже вам объясняла о грифоне, о ключе говорила. Внизу... ...этиоритическая теория. Это центральная площадь. На ней, естественно, стоит памятник. Это храм Ивана Предтеча. Старинный. Храм еще с 8 века. То есть с той поры, когда здесь был тьму-тараканское государство. Так что вот, это не сказки, это было на самом деле. Я обращаю ваше внимание, что храм был построен византийскими мастерами, да? Очередовались светлые блоки с красным плоским кирпичом или клипом, да? Во-первых, это блок имело эстетическое значение. Во-вторых, это имело значение, коль Крым, сейсмоопасная зона, это придавало особую устойчивость и крепость. Основание от базилики, которая была в 6 веке. То есть 6 веке. Девятая часть, на востоке, мы с вами прошли западную часть, которая была пристроена. Западная часть, колокольня, да, отличается по цвету, по стилю строения. Она была пристроена, колокольня и западная часть, чтобы как бы увеличить храм, она была пристроена во времена, когда архитектор... Вот так он со стороны выглядит. Множество пристроек. Ну, храм действующий. Идите, вот до упора, там видны старые колонии, отверчаются от пристройки. Видите, вот старые колонии, на городе света, они слеплены, а вот их. Покупали отсюда, конечно, не видны фрески. Но вот это старая часть храма. И все, что здесь не нашло, это уже пристроено. Эта часть храма, как селится, в 10-м городе. Это не море, это Керченский пролив. В ту сторону Черное море, в ту сторону Азовское море. А там, соответственно, материк. Арки не очень-то видны, потому что они светлые, а не светлые. Вон там виден мост. Только погода не очень. Потому что низко тучки опустились. Это воды Керченского пролива. И вправо Керченский пролив. И влево Керченский пролив. Вдоль берега 40 километров подбережья. Пахов в тумане, в облаках Митридатский холм. Погода и не повезет. По проекту Дигби, Александра Дигби. Но в годы Крымской войны вот этот музей древности в форме античного храма был разрушен. Лестница тоже была разрушена. До средней части, где был музей, лестницу после окончания Крымской войны восстановили. А лестница на вершину горы Митридат была построена, когда было принято решение на вершине горы Митридат возвести... Лестница была закрыта с 2019 года. И вот в 2021 году ее открыли. После реконструкции такая очень красивая. Ажурная. Украшенная грифонами. Возонами. Возонами. Там Керченский пролив. В хорошую погоду виден мост. Нелегка дорога на Митридатский холм. Вон уже сколько пройдено. Пролив открывается со всех сторон. Вперед еще новая лестница около 500 ступеней. Вон сколько прошли. И уже виден конец. Вот площадка сверху, обзорная. На которой сегодня, конечно же, ничего не видно. И здесь находится обелиск с пушками. И мы в облаке дождевом. Это цикла, ее называли кресло Митридата. Он там садился и смотрел на город. В хорошую погоду, я так думаю. Развалены античного города Бантикопея. Вот это вот реконструкция того, что здесь было. А это то, что есть в наличии. Идет работы. Туда даже посетители пока не пускают. Поставим галочку вернуться сюда в хорошую погоду. Здание с колоннами. Это картинная галерея. А здесь здание женской гимназии находится на реконструкции. И сквер в середине площади Ленина. Достаточно большая диаспора католикам. В основном это были от итальянцев и полярцев. Католический храм 16 века. Сейчас возвращен католикам. Пешеходная улица, бывшая Воронцовская. А вот и почта. Причем не почта России, а почта Крыма называется. Ну и традиционно открытки. Здесь есть почта Крыма. Все. Готово. Вот добрались до Азовского моря. Там не с Казантией. Там видно не все. А это море. С песчаными пляжами. А это остатки былой роскоши. Здесь был колхоз имени Нахимова. Миллионник по обработке рыбы. И вот это все из 90-х годов стоит. Разрушается. Начали там что-то разбирать. И вроде как появился хозяин. А у Серцевидьки у нее этого нет. У нее здесь как будто бы такая небольшая защелочка. На ракушке обычно некоторые гости наши говорят. Ой, это маленькие мидии. Это ни в коем случае не маленькие мидии, ребята. Дело в том, что это домик Веслоусова Радька Балянус. Зова Черноморского бассейна. Его еще называют, в Азии используют в пищу, называют мужским моллюском. Вот и ракушечки пошли. Крупные такие. Это бывший пионерский лагерь. Зачем показывала? Начинался он в городе Щелкина так же. Много байк или гель, вам скажу одно. Семь лет назад устроившись на работу, меня Казантик не снажит. А здесь, на этом пляже, сейчас останавливаются серферы. Они тут диким образом живут. Вот теперь это заповедник Казантипский. Встречает егерь. Нас здесь пускают только с документами. Видим карту Хрыма, да? Внимание на пальчик. Вот здесь вот воздушная часть. Арабацкий залив. А так он не нащабель на фонском охоте. Это вот наш залив. Краснокнижный дикий ирис. Еще и фиолетовый. Это местный индейник. Это местный дольмен. Место силы. А Симония любит нас показать, типа гулять. Субтитры создавал DimaTorzok